Всем привет, меня зовут Даша Кей, я продолжаю свою рубрику знакомства с интересными для меня людьми, которые в той или иной степени повлияли на меня. Это Соня Миро, я ее знаю с 2015, наверное, года. И еще тогда я рисовала по ее фейсчартам, самый первый фейсчарт с сердечками, вот он на себе перерисовала, вдохновилась. И Соня мне ответила, я была тогда просто в шоке, потому что я считала, что такие люди не отвечают вообще, в директ ничего не пишут, она прокомментировала фоточку, лайкнула ее. Мы сегодня будем повторять фейсчарты Соне, она их публикует в своем инстаграме. Соня, я не могу не рассказать о том, что я сегодня узнала, что Ники Туториалс вдохновилась Сониным макияжем и повторила ее макияж в своем видео на ютубе. Я ее вставляла в начале, можете посмотреть, ссылку оставлю внизу. Ну, мы немножечко будем заниматься тем же самым, только мы сегодня будем повторять фейсчарты, которые она уже нарисовала на себе. Я выбрала с сердечками, очень похож фейсчарт на тот, который я делала впервые, Соня. А Соня будет делать кислотный, то есть я буду такая розовым сердечком, а Соня кислотой, лимончиком. Ну что, давай начинать? Давай, для начала мы сделаем модные блогерши. Так, секунду, не бесить никого, а то мне пишут все время, у тебя волосы лезут в кадр. Начиная с тона или лучше вот эти макияжи сложенные, начинать не с тона, а с глаз, допустим. Нет, только с тона. Основа, и уже тогда мы начинаем рисовать. Можно не бояться, что продукты будут осыпаться, потому что в твоем фейсчарте лучше использовать кремовые текстуры, как краски, которыми можно спокойно нарисовать, и чтобы ничего не осыпалось, и не было никакого коллапса. Я использую крем-клиник, когда же он уже закончится, он у меня все не заканчивается, не заканчивается. Хочешь, я помогу? Давай. Его просто выдавил, и не нужно лезть ногтями в банку. Я всегда сначала протираю салфеточками Биоре, чтобы убрать с лица все лишнее. Я варварски наношу уже крем на лицо. Ты работала в Маке. Сейчас ты ушла. Начинала с фаната бренда. Работаю с разными уже брендами, но в любом случае любовь к Маку остается. Остались какие-то суперпродукты. Мак – это классная история, которая позволила мне познакомиться с многими крутыми людьми, с крутыми коллекциями, путешествовать и показывать себя. Ну и те же фейсчарты зарядились в Маке, поэтому Маку спасибо. Ты изначально брала фейсчарт маковский, зарисовала их линии, рисовала свои, и так получился твой авторский стиль. Ну да, просто я… просто в Маке априори все визажисты должны рисовать фейсчарты. Переходим к тону. Так, я использую легкий тон CC Stellar, чтобы у меня было прям такое… Идеально. Такое легкое. Влажноватое было. Влажноватое. А ты пробовала его, нет? Нет, ты знаешь, у меня просто жирная кожа, поэтому я использую свой секретный состав. Это MAC Pro Longwear и Dior Nude Air. Это комбо, ну, позволяет мне сделать супер стойкий тон. При этом он не течет, не жарнится сильно и достаточно легкий. Я использую такой вот бьюти-блендер розовый. Ну, как на Пасху. Кстати, это новинка же, сапфир или что-то такое. Я тут делала за тест косметики с Fixed Price, да, и там есть бьюти-блендеры, ну, как бы спонжики, которые тоже разбухают в воде. Да ладно. И, в принципе, за 50, что ли, рублей… 55. 55. Они не так уж и плохи. Я нанесла тон, что дальше? Коррекция, потому что у фейсчарта очень явная коррекция. Кремовая? Да. Мы только что выяснили, что Соня родилась в Шадринске. Да-да. В часе, мне кажется, езды от Кургана, где родилась я. То есть, можно сказать, мы земляки. Да-да. Она мне это сказала, пока мы красились, у меня аж мурашки пошли, потому что это просто, ну, родной город Шадринск. Ну да. А я делаю коррекцию, значит, так. Я беру аджастер темный от Мэнби. Добавляю капельку, значит, в то, что я уже намешала до этого. Так. А я использовала стик от Кика. Его как-то увидела у Антона Эс. Мне он понравился очень по оттенку. Вот. И легко растушевывается. Можно накрасить все лицо, он не застывает. Вообще, какие-то классные кошельники. Давай перейдем к чему-нибудь еще какому-нибудь. К полезному. Да. Все-таки. У меня опять нет пудры. Можно я воспользуюсь твоей откуда-нибудь? Какая у тебя пудра? У меня есть классная пудра. Обожаю эту пудру. Не реклама ни один раз. Просто, действительно, она, во-первых, пахнет очень круто. Сюда, получается, я накладываю ее? Да, высыпаю прям и это будет. Что, мне делать бейкинг или просто пройтись вуалью легкой по лицу? Я уже приготовила спонжик. Давай по хард-року. Это же фейсчарт. Тут еще растушевывается. Она мне попала в рот немного и она сладкая. Сладкая еще. Представляешь? Как так? Может, это сахарная пудра все-таки, нет? Мне просто нравится, что она не сильно утяжеляет там как-то. У меня все растушевалось. Ну, знаешь, не меня тебе спрашивать. Полу-грязные кисти. Я вообще обожаю салфетки Эсти одноразовые. Эсти. Мне почему-то второй раз уже говорят, что она сейчас в пищи говорила. Потому что у них одноразовая упаковка. Это супер удобно. Это все началось. Взлет карьеры. Взлет карьерный. Взлет карьеры получился благодаря тому, что я не просто стала рисовать классные фейсчарты, а я начала снимать видео, как я это рисую. И на тот момент, ну, это типа 15-й, 16-й год, как раз Инстаграм был на пике и можно было стать популярным, там все дела. И я начала снимать вот видео, как я рисую. Я первая начала это делать. То есть до меня были фейсчарты-артисты, но они просто уже готовые работы выкладывали. А людям-то что нужно? Людям нужно хлеба и зрелищ, как всегда, и фейсчартов, конечно же. Какие tutorials? Целое видео тебе посвятило. Слушай, почему ты еще здесь? Почему ты не в Лос-Анджелесе? Алло, поезжаю. У тебя тут какая-то палеточка от Sephora. Да. Это Sephora все? Или собранное что-то? Да. Я тогда смешаю вот эти два оттенка. Неплохо. Хайлайтер, голографический хайлайтер, контуринг. Ну, это больше персик, конечно, но в целом классно. Я делаю видосы в то время тоже. Я такая, господи, да что надо сделать, чтобы они тебя выложили? Ну, на тот момент модно было там коррекцию бананами, делая там петлями. Может быть, вот этого не хватало тебе? Этого точно не хватало. Я своим переоплощениями, господи, что я делаю? Ну, в общем. Худо. Раз. А из последних, а из последних, меня выкладывала несколько раз Пэт Маград. Да, мне она нравится. И у нее на странице, знаешь, кто лайкнул фейсчарт? Кто? Ким Кардашьян и Белла Хадид или Джиджи Хадид. Ну, не важно. Да ты что? Да. Представляешь, они выпустят видос, где Пэт красят Ким, вдохновившись собой. Я правильно делаю? Мне кажется, что-то уже зашло не туда, да. У меня получалось, как будто у меня диатез сразу же, мгновенно. Никакой японской школьницы даже не пахнет. Я сделала легкую коррекцию. Ну, для меня она легкая. Опускаться ниже определенного уровня. Вот я всегда… Я опустилась? Ты опустилась в моих глазах. Короче, от уголков рта до начала уха примерно. Вот, то есть не ниже. Но я бы просто чуть-чуть растушевала, чтобы не было слишком жестко, да. А так в целом все классно. Мне кажется, что она немного потускнет. Для того, чтобы исправить форму носа или скул, мы можем использовать хайлайтер. Я очень люблю хайлайтеры Dior. Они достаточно универсальны. Я так очень сильно люблю. Могу себе позволить. Сколько мы работаем с тобой? Вкалываем. Можно и дорогой валютный хайлайтер. Нет, вот этот вот прям крутой. Тут все оттенки ходовые. Да. Хотя их берешь просто вот так вот смешиваешь. Я просто какое-то время тестировала ее, потом отдала вот так вот скрипя душой. Чтобы сделать его короче, я просто добавляю хайлайт прямо вот на верхнюю часть пипочки. И сразу же заблестело. Да. Можно я у тебя тоже свистну хайлайтер? Да, конечно. И нос становится короче в два раза. Только не переборщите. Вот. А тебе, соответственно, чуть ниже надо эту точечку, да, чтобы он не был и маленькую, небольшую. В жизни он смотрится полупрозрачно, но на видео прям бах, бум. Ну, смотря как нанести. Я иногда вот так наношу, что из галактики другое видно. Ну да, вот я сейчас на губу сильно нанесла. У меня как будто кефира попила. Киска. Мои самые любимые румяна, до которых я сейчас дойду. Это в растушевку снизу глаз и в растушевку сверху. Прям румяна в растушевку, да? Да. Это вообще идеальные румяна. Слушай, это видео уже напоминает, крашусь, поменялись косметичками. Только ты у меня ничего не берешь, я у тебя все беру. Я перехожу к бровям. Для бровей я использую палетку Huda Beauty. Шестерку или девятку, четверку. Это Сонина опять палетка. И Никсовское. Бордово-красные оттенки. Буду что-нибудь мешать, миксовать. Так, у тебя черное аж даже. Ты будешь обычные делать? Ну да, то есть мы все равно делаем через призму того, как к тебе к волосам подходит, да? Если бы у меня были черные волосы, то да, можно было бы прям поджестить и нарисовать. Но это должно быть все равно красиво. Помню вашу тусовку с Остриковым тогда еще. Этим был инстаграм весь забит. Богачкой, тобой. Вы там делали какие-то нереальные видосы. Я смотрела вас. Ну то есть вы были прям beauty-тусовкой. Что с вами стало? Почему вы сейчас не тусите или тусите? Мы тусим, но мы все повзрослели, стали пенсионерами. И нам теперь вместо каких-то тусовок проще собраться дома в семейной обстановке. Попить чай я не верю, да? Да, попить чаю, покушать вкусненько, поболтать по душам. То есть просто мы стали старше. И сегодня у меня в гостях обворожительная, снежная, замечательная, богемная, престижная богачка. Я не поддерживаю парней на каблуках и там вот это все. Я это не переношу даже больше скажу. И трансгендеров. То есть у меня это вызывает какое-то прям жесткое отвращение. Честно вот скажу. А так я очень люблю. То есть такого драга больше нет, да? Ну конечно, да. Все уже серьезные люди там. Использовала Hello Beauty. Да. Это вот бренд совместно с Остриковым как раз. Да. Кстати, скоро выйдет моя сыворотка от Hello Beauty. Да? И она будет с золотом. То есть прям частички вот этого золота? Да, да. Мелкие частички. И она будет очень крутая для увлажнения и для именно того, чтобы потом делать макияж. И он лучше ложился. Она не будет стоить заоблачно, в принципе, как и весь бренд Hello Beauty. Но они стоят 300-400 рублей. Да, вообще. Макпро, хромографик. То есть он по слизистой рисует прям. Да. Белую слизистую делаю. По слизистой и снизу я еще делаю, чтобы растушевать. То есть это как подложка для моих ярких теней. Угу. И только я. Так, а я буду делать. Я купила в H&M вот такой вот глиттер. Прям блестки крупные. И на базу от NYX. Клейкая база. Нужно работать быстро. Отрываем блестки. Чем? Кем вдохновляешься? Ай, меня вдохновляет все. Музыка, какие-то новые клипы, которые я смотрю. Какие-то дизайнерские показы. Непонятно. Странно и непонятно. Все, что вызывает противоречия. Блестки вызывают противоречия? Они не вызывают противоречия, но они вызывают восторг. Боже мой. Это вообще полный восторг. Ага. Только мне кажется, мне негде будет рисовать сердечки. Найдем, найдем. Так, ну что, поскольку я не нашла самого лучшего кислотного желтого, я просто сделала подложку с помощью белого карандаша и буду использовать ProVG бренд. Ну, этот же крутой, нет? Он не пигментированный? Вот. Нет, он крутой. Просто я не нашла кремовую такую историю. Потому что кремовый бы было прикольнее поработать. Ну, типа проще, как краска. Вау. Кстати, на белый очень круто ложится. Прямо идете и слева дом, который прямой вот вдоль стоит. Слева. То есть в этом случае нужно делать все жирно и мощно. Тогда будет яркий цвет. А то бывает сделают подложечку такую еле-еле белую и ждут от этого какую-то яркость цвета. А я обвожу подводкой и думаю еще обведу тенями. Только каялом прорисовываю. Слушай, ну мне прям нравится эта затея рисовать на себе что-то необычное. Мне кажется, нам нужно какой-то челлендж запустить. Нам нужно ввести постоянную рубрику. Если кто-то повторит твой фейсчарт, ты его выкладываешь себе в сторис. Мои фейсчарты я через какое-то время, если прям набралась такая уже библиотека, то я выкладываю. Либо пост делаешь. Да. Соня мне нарисовала стрелки. Сейчас мы будем рисовать нижнюю. Боюсь и мне кажется, что я нафачу, напортачу. Наверх. Соня мне нарисовала каркас из сердечек, который я благополучно разукрашу. Очень сложно нарисовать фейсчарт на своем лице. И, Соня, поделись какими-нибудь тонкостями. Тренироваться и делать все на полную катушку ярко и сочно. Тогда будет все классно. Потому что если вы боитесь там вот эти тонкие линии рисуете, то как бы все будет кривенько и в целом влекленько. А нужно... То есть пусть будет чуть коряво, но ярко, да? Да. Самая моя любимая подводка это MAC Brush Black. На моем жирном веке она не отпечатывается и ей можно рисовать очень тонкие штучки. Чтобы разукрасить эти сердечки, я буду использовать две маковские помады. Если что, MAC не спонсировал сегодняшнее наше видео. Просто так вот выходит. Так сложилось. Да. Одна оранжевая. Зачем я делаю на руку? У меня же есть прекрасная палетка, точнее. Мы берем палитру. Маковскую помаду. Раз, два, как настоящие художники. И розовый оттенок. Кстати, надо называть оттенки, потому что некоторые люди действительно интересуются. Фуксия Фликсер. Фликер. Обожаю свой английский. Бенгальский тигр. Теперь чуть-чуть подкрашу ресничком. У меня тушь Beauty Bomb. Вот такая. С маленькой щелочкой. Я ее не пробовала. У меня тоже маленькая, но у меня Catrice сейчас. Waterproof, кстати. Но вот сейчас больше всего я полюбила вот такие бучки от Manly. Кстати, такие, да, они очень крутые. Это, раньше они делали вот это. Ну, то есть, как бы то, что можно купить на Алиэкспресс, скажем, по секрету. Да. Но сейчас появились, да, очень крутые, зауженные. Ну, расскажи тогда про технику. Как ты вообще рисуешь? То есть, ты берешь листок бумаги. Сначала рисуешь все подводкой. Берешь тональник. Какой тональник? Или как? Как это происходит? Фейсчарты, я рисую. Я же не была на твоем мастер-классе, Соня, ты опять все забыла. Пора бы уже, пора бы. Фейсчарты я именно рисую только сухими текстурами. Только тенями, даже тон? Да. Я видела, ты используешь лаки. Только иногда я использую вот такие кремовые текстуры, которые супер стойкие, без масла там в основном, да, чтобы бумага не расплылась. Да, я использую лаки, потому что если… Лаки для ногтей, которые… Да. И, кстати, я первая тоже, кто начал это использовать. До меня никто… Не додумался. Не делал, да. Ну что, мне осталось сделать губы. Ну, ты уже начала их делать. Ты делаешь полностью черные у тебя губы, да? Да, у меня полностью лаковые черные губы. Вот, Mac Pro, Chromaline Pencil. Такой же, как был белый. Я сделаю им контур и заполню подводкой Inglot гелевой, черной. А наверх я буду клеить реснички Manly Pro. Вот такие вот. Они аккуратненькие. Норковые ресницы. Да. Ну, знаешь, в последнее время очень популярны сейчас такие техники, типа быстро на ходу накрасился, пошел. То есть это вообще абсолютно не про тебя. Да? То есть какой-то быстрый мейк. Ты сколько в среднем на мейк тратишь? Ну… Ну, себя накрасить. На ежедневный, ну, 25. Ну, у тебя что туда входит? Стрелки, брови… Нет, у меня туда входит лицо, хайлайты румяна, бровки и губы. То есть благо у меня как бы сейчас реснички нарощены. Можно особо не париться с макияжем глаз. Угу. У тебя L, да? То есть они такие занятые. Да, L. Угу. Давай косметический блиц устроим. Я тебе задаю вопросы, ты отвечаешь на них не обязательно коротко. Один предмет, которым ты будешь пользоваться на протяжении жизни, что бы это было? Наверное, тональное средство, потому что у меня неидеальная кожа. Или помада? Или румяна. Если бы тебе оставили одну кисточку, а ты могла накрасить все что угодно, какая бы это была? И для чего она была бы? Это была какая-нибудь средняя кисть для растушевки. С кем ты хочешь познакомиться еще из мировых блогеров? С Патриком Старом лично познакомиться. Я рисовала его как-то и он даже репостил мой фейсчарт. В России мало кто вообще о Патрике говорит. Ну да, Макс делала с ним коллекцию, но не так обсуждает, как Джеффри, например. Джеффри вообще ну такая. Ну с Джеффри бы я тоже, с Никитой Драгон, да? Если ты окажешься перед Путиным, что ты ему скажешь? Что за вопросы? Я использую для губ карандаш в оттенке вино. Он такой прям под цвет винишка. Я пыталась нарисовать твои фирменные поднятые уголки, а у меня получился Джокер. У меня как бы нет фирменных поднятых уголков. У тебя есть. Посмотри. В фейсчарте да, но не обязательно. Нет, ты в жизни. Что за это? Реально, знаешь, такая... Возьмем чудесную тональность. Американская клоунесса. У меня фирменный макияж губ. Мы с Купидоном, вот это уголки, они как бы почти соединены. Слушай, а я в каком-то видео говорю и рисуем уголки в стиле Сони Миро. Я уголки затемняю, вот что я делаю. Угу. Но я их не вытягиваю. Заполняю вот этой или этой розовой помадой. Какой голос у тебя прям блестит-блестит. У меня... Ты внутренний наносилок? Мак? Мак? Что? Ну что ж с этой женщиной не так? Везде мак один. Ну, как-то так в косметичке завалялось. Я не знаю, куда можно пойти. Ну, у тебя тут по близости очень классный бар есть. Какой? Мы реально в бар пойдем в 6 часов вечера? Да, там уже полно морода. Бар называется Под мухой. Под какой мухой? Ты не была там? Где? Вот, красной бульвар. В одной из подворотен. Нет. Но он прикольный. Прикольный под мухой бар? Да. Соня. Давай просто в кафе сходим, в ресторан. Вот так вот, да? А мне кажется, да. Ну, пока мы дойдем дотуда, может и не дойдем. Не, на самом деле я любитель вкусно покушать, все-таки не выпить, а покушать. А там есть вкусная еда, там не только пить. Не, на самом деле там прикольно. Там все добирается творческая интеллигенция. Это флешмоб будет. Ну пойдем, сходим, покажем мне интеллигенцию. Хоть познакомлюсь, может, с кем-то. Поехали. 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 Пойдем, где пойдем. Поехали. что у вас получится, если вы будете смелее и более креативны. Старались, попробовали. Я благодарна тебе за такой experience, оценивать, конечно, вам. Пишите свои комментарии, лайки, переходите к Соне на страничку, ей будет приятно, если вы тоже ее поддержите. С вами была Дарья Кей и Соня Мира. До встречи в следующих видео, пока-пока.